День, мы начинаем прямой эфир по теме под ногтевые карманы. Под ногтевые карманы также называется унихолизис, поражение. Это вид дистрофии, когда у нас образуется пустота между ногтевым ложем и ногтевой пластиной. Причины разные, причины мы обязательно с вами сегодня разберем. И всех приветствую. Всегда выпуливаю вначале всю информацию, чтобы было понятно, о чем эфир. Я обязательно расскажу, как при помощи антифангала восстанавливать под ногтевые карманы. И в первую очередь эфир будет посвящен этому средству. И я объясню, когда можно протезировать, когда нельзя протезировать ногти на руках. Потому что причины бывают разные. И при каких-то причинах можно, а при каких-то причинах не рекомендуется. И в конце я приглашу вас на вебинар по протезированию, который будет уже платный. И для мастеров педикюра в первую очередь. Но я и мастерам маникюра рекомендую на него обязательно прийти. Который будет вечером проводить Ольга Журова. О нем я в конце эфира обязательно подробнее расскажу. Я сейчас включу картинки, чтобы было понятно, о какой проблеме мы будем с вами разговаривать. Но я так думаю, что большинству из вас это знакомо. И для кого это актуально, ставьте плюсы. Вы увеличили губы. Да, да, было дело. Так, давайте. Включаем и начинаем разбирать. Я специально подготовила слайды для вас. Может быть не очень хорошо будет видно. Ну вот яркий пример. Причем здесь уже карман открыт и его сращивали в открытом виде. Можно карманы сращивать в закрытом виде, когда не удаляется ногтевая пластина. Можно карманы сращивать в протезированном виде, когда мы карманы открываем и делаем протезирование. При помощи моделирующих материалов может быть восстановление при псевдомонии, при бактериальном поражении. И вот сейчас мы вот эти все варианты с вами поразбираем. Ну, я эту картинку сейчас оставлю как нашу стартовую. Да, у нихолизис – это подногтевые карманы, которые образуются вследствие разных причин. И эти причины мы сейчас с вами перечислим. И поражаться могут как все пальцы, так и по одному пальчику. И вы можете сейчас накидывать ваши предположения, какие могут быть причины при образовании, в связи с чего образуется у нихолизис либо подногтевой карман. Первая основная причина, сейчас встречаемая, это травмы. Травмы – это могут быть удары, когда клиент ударил накаток или подорвал, например, уносит длинные искусственные ногти и удар был вот так вот, знаете, на выбор. Вот, когда у нас такие травмы, повреждения, то, конечно же, это может привести чисто к механическому подрыванию. Один раз, допустим, я так подорвала очень сильно мизинец прямо до кутикулы. То есть у меня были длинные стилеты, и я находилась в очень узком таком пространстве. И, грубо говоря, у меня руки были на талии, и при повороте я ногтем цепляюсь за, ну, знаете, как шов, плитка, да, шов. И за шов в стене я цепляюсь мизинцем и резко поворачиваюсь, и у меня прям, ну, просто отрывается ноготь от ногтевого ложа. Ну, то есть сам ноготь не ломается, но отрывается, потому что, ну, просто вот такая нагрузка. Да. Клиент может просто ударить, там, я не знаю, машиной, не машиной, там, такое бывает с выдвижными ящиками. Мы очень часто, когда вот руку резко дергаем, да, рука там где-то в ручке, и у нас идет подрыв ногтевой пластины. Сначала этот подрыв заживает, потом там образуется, понятное дело, карман, и мы такой карман сращиваем. Вторая причина – это истончение, да, вы правильно пишете. Когда у нас это не механическая травма, ну, там, подорвали, ударили, а при перепилах. Клиенты могут сами перепиливать ногти при снятии, мастера могут перепиливать ногти при снятии. И, ну, вот здесь, как бы, часто встречаются тоже такие варианты. Кто из вас с этим сталкивался, тогда именно перепилы... Так, секундочку. Помоги мне, пожалуйста. А, вот здесь, под столом. Сейчас мы зарядочку поставим, чтобы у нас эфир сохранился, не сорвался. Вот, истонченный, на который я, кстати, вам сейчас поставлю. Истонченный. Там, где-то мой истонченный ноготочек. Вот он, истонченный. Это вот пример у нихолизиса вследствие истончения. Истончение может быть при перепилах, а может быть при отрывании ногтей. То есть, когда клиент срывает, отрывает искусственный материал с поверхности, либо зубами, кстати, это можно сделать, либо, допустим, пошла квакающая отслойка у клиента от кутикулы, и от нагрузки, отслойка расползалась, 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 ну и потом ноготь, смотрите, вот так вот, раз и квакнул. Полностью оторвался от ногтевого ложа, ну и клиент, как говорится, ну уже ж вот это вот болтается, надо оторвать до конца. И он оторвает до конца. То есть, при перенашивании искусственных ногтей тоже может быть такая ситуация, когда раз отслоился полностью искусственный материал от ногтевого ложа, и он тем самым, понятное дело, очень сильно травмирует. Да, мы второй раз поставили искусственный ноготь, клиент опять переносил и опять, допустим, повторно оторвал, да, а на оторванных ногтях у нас с каждым разом все хуже и хуже может держаться, особенно классический материал, то здесь вот такое, ну, как бы хроническое, можно сказать, отрывание или хроническое срывание приводит к накоплению этого истончения, и истонченные ногти, они теряют связь с ногтевым ложем. Истончение также у нас очень часто появляется вследствие коррекции гель-лак. То есть, мастера есть некоторые, вы, кстати, можете сейчас себя обозначить здесь, считают, что при коррекции гель-лак нужно полностью спиливать базу, не просто цвет, но и базу, до натуральной пластины фрезой. Да, вот кто-то считает, что так правильно. То есть, вот те мастера, которые в формате в таком работают и снимают, как говорится, гель-лак вместе с базой гель-лак полностью до конца, до натуральной пластины абразивными инструментами, это и фрез касается, и пилок, то каждый раз будет накапливаться истончение. И если на руках, допустим, это не так часто встречается, то на ногах это, ну вот сейчас буквально каждый второй клиент, ну, я надеюсь, вот вы подтвердите мои слова, что на ногах это просто какая-то эпидемия. Эпидемия, эпидемия и, ну, просто трэш какой-то такой, знаете, трэш ногтевой индустрии в современных реалиях. Каждый второй клиент на педикюре у нас с под ногтевыми карманами. Почему? Ну, потому что мастера педикюра снимают и цвет, и базу до самого конца, каждый раз при педикюре, и на ногах ногти у нас очень медленно восстанавливаются и отрастают, да, вот, допустим, полностью смена ногтевой пластины, чтобы произошла, требуется там от 8 до 12 месяцев. Представьте, 8-12 месяцев. И на протяжении этих 8 месяцев каждый раз истончение, истончение. То есть очень быстро накапливается истончение, оно не успевает срастать, не успевает просто срастать. И истончается настолько, что нога теряет связь с ногтевым ложем, образуются под ногтевые карманы. Вот, поэтому, ну, это беда на самом деле. И чтобы это предупреждать, то есть, пожалуйста, старайтесь, ну, не снимать фрезами до самого конца, снимайте только цвет, оставляйте базу, если база прекрасно держится. Если база дала отслойки, да, ну, и вы понимаете, как бы отслойки же нужно удалить, то, ну, именно гель-лаковые отслойки лучше снимать размачиванием, если, ну, есть подозрения на то, что можете сильно травмировать ноготь фрезой при удалении материала. То есть я рекомендую мастерам, ну, либо если у клиентов чувствительные ногти, да, они очень там, ну, и так сами по себе тоненькие, да, и лишний раз, когда мы вот, ну, готовим ногти к коррекции вот именно с удалением от слоек, поймите, ну, в любом случае вы, ну, фрезой коснетесь натуральной пластины, по крайней мере, по границе гель-лак-ноготь. Есть мастера, которые, ну, настолько, знаете, ювелиры, они настолько аккуратно даже отслойки могут снять, не зацепив там ни одной клеточки ногтевой, но чаще это не так. Чаще это не так, и здесь, ну, в этих случаях лучше остатки базы, да, вот, допустим, цвет удалили, да, увидели, что база в отслойках вся. Остатки базы, если вы не ювелир, да, и у вас нет ювелирной точности в удалении от слоек, лучше остатки базы доразмочить. Доразмочить при помощи жидкости, возможно, это будет более деликатно и безопасно, и это не приведет к накоплению истончения, там, к отслаиванию ногтевой пластины от ногтевой волосы. Это понятно? Если понятно, поставьте плюсики, хорошо? Это что касается вот предупреждения. Причины мы поняли, да, что вот истончение, это тоже часто встречаемая причина, зависит и от клиента, и от мастера, и клиент может привести к истончению, и мастер может привести к истончению, и иногда даже некорректное консультирование может привести к истончению, потому что, ну, допустим, клиент говорит, снимай полностью, а у мастера, допустим, ну, не хватает силы убеждения так проконсультировать клиента, чтобы убедить его, что базу полностью снимать нельзя. И если база отлично держится, то лучше ее просто откорректировать аккуратно, то есть убрать только цвет. Хорошо, отлично, что этот момент понятен. Следующая причина – это давление в обуви. Все верно, вы ее тоже обозначили. Молодцы. То есть при давлении в обуви, да, передавливается какая-то зона. Это тоже травматизация. Сюда же, кстати, можно и удары сверху, да, давление, удары сверху. Они приводят тоже к образованию под ногтевых карманов. И места давления они могут отходить от ногтевого ложа. Это могут быть внешние боковые участки ногтевого ложа на больших пальцах ног. Могут быть внутренние, ну, в зависимости, что сильнее давит. Да, давит соседний пальчик, либо сама обувь. Деформации стопы, они могут тоже приводить к унихолизису, потому что также может неправильно распределяться нагрузка по стопе. И на ногтевую пластину идет нагрузка чрезмерная. Это может встречаться у тех, кто ходит там в узкой обуви, в каблуках, либо неудачно купил обувь маленького размера. Или это спортсмены-футболисты, не скалолазы, а кто в горы ходит сейчас, альпинисты. Когда, знаете, в таких тяжелых ботинках выбиваются ступени на снегу, и к концу похода спортсмен приходит уже просто напрочь с отбитыми ногтями на больших пальцах, и они там не просто отошли от ногтевого ложа, они там полностью синие, грубо говоря, и уже и отошедшие, и там вот так вот ходуном все ходит. По поводу маленьких размеров бывает такое, что вот, ну, даже у меня такая ситуация была, я думала, что со мной такого никогда не случится, но она случилась. То есть, допустим, я нашла сапоги, они мне так сильно понравились, но не было моего размера, и был на полразмера маловат один экземпляр. И я его купила, думаю, ну, как-нибудь там разношу. Как-нибудь не получилось, пострадал большой палец одной ноги, и у меня ногтевая пластина отошла от ногтевого ложа частично. И причем, знаете, как интересно, у меня унихолизис, так распределялась неправильная нагрузка по стопе, у меня унихолизис не со стороны свободного края начался, у меня унихолизис начался с зоной кутикулы, представляете? Ну, вот так нагрузка была некорректно распределена, что даже от кутикулы может пойти унихолизис, и прям вот реально пустота, карман такой начал вырастать из-под кутикулы. Я сначала не поняла, что это такое, а потом, думаю, ну, доигралась вера. Да, у кого такая ситуация была, тоже можете проплюсовать, ну, или у ваших клиентов такая ситуация была, что вот просто тупая девочка купила обувь маленького размера. Второй момент, ну, не второй, следующий момент, очень часто летом, не зимой, летом, девочки отпускают длину на ногтях, на ногах, да, ну, это вообще считается не физиологичным, вообще длину, там, дальше подушечки отпускать. Но есть такое, когда, знаете, летом хочется чуть подлиннее, там, чуть поквадратнее, хотя, да, чистый квадрат тоже это не рекомендуется. Если носить такую длину летом, то ни в коем случае нельзя одевать закрытую обувь, и тем более, там, знаете, кроссовки, пробежка. У одной клиентки у нас была ситуация, что она, имея такую длину и такую форму, не совсем рекомендованную, одела кроссовки и сделала утреннюю пробежку. Когда она приближала с пробежки, у нее полностью посинели ногти больших пальцев, она их отдавила, и они полностью отошли. И она не сразу, как говорится, поняла это, долго ходила с хлюпающими вот такими ногтями, еще и покрытые искусственным материалом, там был френч, то ли гель-лак, то ли гель. Короче, там еще и присоединилась из-за этого длительного хождения с этими карманами грибковая инфекция, и в результате долгое было лечение, в течение полутора-двух лет, и длительное восстановление данной ситуации. То есть даже, ну, казалось бы, такой случай, как такое могло произойти, но оно произошло. И еще один случай вспомню, у девочки, значит, был дизайн, то есть длины лишней не было, форма была физиологически правильная, но у нее был стразик на поверхности, стразик. И она, имея дизайн со стразиком, одела закрытую обувь, просто каблучки, то есть ей нужно было выйти на какое-то мероприятие, она одела узкие каблучки, имея стразики на больших пальчиках. Короче, полностью отошло ногтевое ложе из-за этих стразиков, то есть из-за того, что на стразики пошла нагрузка, и вот, ну, это передавило, в результате у них полный у нихолизис больших пальцев, то есть потеряла ногти на больших пальцах. Отлично! Так, Верочка, почему же уже 6 месяцев активно мажу антифунгал, и ноготь не выживает? Нужна фотография в директ. Я очень много принимаю от вас фотографий в директ и консультирую по поводу восстановления. Я не все случаи выкладываю, афиширую, что-то я выкладываю, то, что уже до и после, но то, что вот просто присланные до, огромное количество через мой директ проходит, поэтому не стесняйтесь присылать. Я максимально всех в этом плане консультирую, что лучше сделать, как лучше сделать. Ну и вообще вот по ногам, по ногам, вот по ручкам я сейчас вам эфир проведу, а по ногам я все-таки призываю вас прийти на вечерний вебинар, который в 7 часов сегодня состоится. Вести его будет Ольга Журова, это специалист парамедицинского педикюра, подолог. Она ведет у нас все программы по педикюру и курсу повышения квалификации, и с ее подачи можно дальше идти даже в школу подологии. Выпускники ее имеют специальную скидку на обучение в институте подологии. Поэтому если прям вот именно по протезированию в ногах и по восстановлению ногтей на ногах интересует эта тема, приходите еще и вечером. Вебинар стоит всего лишь 500 рублей, и ссылка на данный вебинар у меня в профиле, в шапочке. Если не найдете, то напишите, я вам вышлю просто в директ. Хорошо? Запись этого эфира я обязательно сохраню. Вечерний вебинар обязательно тоже будет сохранен и выложен на платформу, и если вы приобретаете этот вебинар вечерний, он у вас в пожизненное пользование и в пожизненный просмотр. Вот, поэтому, конечно же, мы все это сохраняем. Разобрались с травмами, с истончениями? Я думаю, что разобрались с давлением с обувью, мы это разобрали с вами. Теперь дальше причина. Частая причина – это может быть аллергия. И я сейчас выложу картинку, где было покрытие акригелем. Акригель вызвал очень сильную аллергическую реакцию. И видно по верхнему левому фото ногтя, что это именно аллергия, так как сильное шелушение, остаточное покраснение. Это, как правило, говорит о том, что была аллергическая реакция. Ну, аллергическая реакция у нас может быть не только на акригелем, она может быть и на гель-лак. И на гель-лак, кстати, она чаще сейчас встречается, чем на классические гелевые либо акригелевые системы. Вот. При аллергии у нас идет опухание, покраснение, зуд, шелушение. И чаще всего поражаются полностью все ногти, так как, ну, если она идет реакция, реакция идет по всем ногтям. Аллергическую реакцию очень часто называют химическим ожогом. Ну, это как реакция на химию. Сейчас я покажу картинку, где причиной выступила аллергия, раздражение. Но это и эта картинка, но здесь, возможно, плохо видно. То есть здесь у клиента, если присмотреться, они холизисы по всем практически ногтям, включая большие пальчики. Сейчас еще вариант покажу при аллергии. И с аллергиями, скорее всего, тоже часто к вам приходят. Потому что, ну, очень много сейчас недорогого гель-лакового материала на рынке, да, скажем так, по очень бюджетным ценам. И когда у нас гель-лаковые системы по очень бюджетным ценам, понятное дело, что такая низкая цена, она, скорее всего, за счет того, что сырье просто не сильно очищенное, не сильно там какое-то там, знаете, как говорится, проверенное, как правило, это не сертифицированное сырье. И оно может быть более агрессивным, чем, допустим, сертифицированные какие-то продукты. Вот. И это тоже может вызывать чаще, чаще аллергическую реакцию. При аллергии у нас все ногти подымаются с ногтевого ложа. Это может быть частично на одну-вторую ногтевого ложа, может быть полностью, может быть на одну треть, бывает по-разному. На вашу аллергию бывает ли, ой, на вашу продукцию бывает ли аллергия? Смотрите, аллергия может быть абсолютно на любую косметику. Просто если косметика сертифицированная и на более очищенном сырье, то вероятность меньше, вероятность меньше. Но вероятность, она всегда есть, потому что очень сильно зависит это от иммунитета и от здоровья. То есть если у клиента очень ослабленный иммунитет, очень слабое здоровье, подорванное, то реакция может быть вообще на все подряд, как говорится, даже на еду, на какую-то, не знаю, нельзя есть клубнику, нельзя есть какие-то продукты, или там малейший контакт с бытовой химией уже сразу на все реагирует, то есть организм все воспринимает как что-то опасное. У кого-то аллергия на ультрафиолетовую лампу? Конечно, аллергия может быть причин миллиона. Это может быть и солнце, и текстиль, бытовая химия, профессиональная химия, там еда, то есть видов раздражителей, их очень много, которые могут вызывать раздражение и аллергию. Хорошо, что касается аллергии. Чаще всего мы восстанавливаем на ножках сейчас, вот включу еще на ножечках. Ну, здесь, скорее всего, от узкой обуви пошел у нихолизис. Так, все ли мы причины с вами разобрали? Нет, не все, потому что есть еще причины, которые больше относятся к заболеваниям организма. Например, при псориазе у нас может наблюдаться у нихолизис. Псориаз, он так поражает ногти и кожу, что на ногтях, ну, кожу, вы знаете, как поражается кожа при псориазе, а на ногтях встречается огромное количество дистрофий. То есть там и у нихолизис может при псориазе ногтей быть, и там у них ауксис, утолщение со стороны свободного края, когда крошится ноготь. И внешние какие-то деформации, там, напережковидная стыканность, продольные поперечные борозы. То есть все вот эти все деформации, они могут быть при кожных заболеваниях. Это экзема в тяжелой форме, либо псориаз. Ну, и прием медикаментов может тоже вызывать отхождение ногтевой пластины от ногтевого ложа. Ну, это какие-то сильные медикаменты, которые могут привести к очень, как сказать, могут привести к сбою в работе матрикса. И среагировать ногтевая пластина может отхождением от ногтевого ложа. И такое бывает, может быть такое еще при стрессах. То есть, допустим, очень сильное какое-то психоэмоциональное переживание, стресс, то есть там потеря близкого человека. Тоже клиент может потерять один или несколько ногтей просто на фоне стресса. То есть, когда у нас внутри в организме идет какой-то очень сильный сбой, либо это стресс, либо это прием медикаментов, либо это какое-то общее заболевание, то тоже может быть как следствие отхождение ногтевой пластины от ногтевого ложа. Все ли мы причины с вами разобрали? Все ли причины разобрали? Сейчас, если мы все причины разобрали, то мы начнем уже разговаривать по тому, как восстанавливать. Как восстанавливать и когда можно протезировать, когда нельзя. Когда нельзя. А, кстати, вот сейчас вам включу еще случай с присоединенной бактериальной инфекцией. Чем как бы неприятны под ногтевые карманы? Тем, что в под ногтевом кармане у нас не очень хорошая среда формируется. То есть, тепло, темно и влажно. И когда у нас тепло, темно и влажно, влага туда попадает, все это запревает, то это благоприятная среда и для присоединения грибковых инфекций, и для присоединения бактериальной инфекции. В данном случае здесь на картинке бактериальная инфекция, псевдомония. Ожоги. Да, я о ожоге проговорила. Химические ожоги, та же аллергия. Что касается ожогов, ну вот, допустим, гель нагрелся до высокой температуры, и вот в лампе стало горячо. Вот раньше, смотрите, гель-лаковых систем не было. Были только гелевые системы. И мастера, кто вот 15-20 лет работают с ташами, они со мной согласятся. Гели раньше были очень горячие. И были даже такие гели, такой температуры полимеризации, что, знаете, мы учили клиентов считать до трёх секунд, вынимать руку, переворачивать. Вот настолько были горячие гели. И казалось бы, да, ну бывало такое, что чуть-чуть обжигало. Никогда я такой нехолизису не приводила. Ну то есть, допустим, на моей практике, на моей практике, вот сколько мы работали с горячими гелями, и я помню, у нас ещё в конкурсах, в конкурсах были особо горячие гели. Ну там, раньше ещё индустрия, знаете, как бы большого выбора не было о скульптурных материалах гелевых, и как бы, ну, работали тем, что есть. И я помню, конкурсными гелями мы работали, так конкурсные они вообще прям, вот такие прям были. И ни у одной модели у нас никогда не было у них олизиса вследствие термического ожога. То есть, чаще всего, это всё-таки химический ожог, ну или та же аллергия. Поэтому, ну, к термическим я бы на вашем месте так вот... Ну, там, возможно, есть вероятность, да, я с ней не столкнулась, но она всё равно меньше, меньше, чем если это реакция на химию. У грызунов могут быть... Ну, у грызунов, да, да, может быть, у грызунов, да, возможно, какая-то так зубами надавили, что к у них олизису привело. Ну, у грызунов просто сгрызенные ногти. Чёрные полосы и карман. Когда у нас чёрные полосы образуются, это разрыв кровеносных сосудов, да, это может быть при у них олизисе, например, удар, либо подрыв, и при этом ударе, либо при травме, либо при истончении. У нас на истончённый ноготь, когда начинает идти нагрузка, внутри, внутри ложи, начинает двигаться сильнее, чем если бы ноготь был, ну, как бы полноценную толщину имел, то там начинают вот так вот потихонечку разрываться кровеносные сосуды. И кровь, растекаясь, она растекает по вот этим, как бы, знаете, вот там внутри, как желобочки такие. И мы видим вот эти разрывы кровеносных сосудов, кровоизлияния, в виде вот этих, как чёрные заносы такие. Тоже девочки часто присылают в директ, что вот Вера, чёрные полосы, что это такое, что это там опасно, не опасно. Нет, это просто синячки, подногтевые синячки. Это как, знаете, вот вы ударили руку, у вас произошёл разрыв кровеносных сосудов, и вы видите это в виде синяка синего, да, потом он начинает там цвести, там зелёным, жёлтым, то же самое. То есть вот эти чёрные полосы, кровоизлияние под ногтем, это просто синячки, но под ногтём. Вот видите, девочки подтверждают то, что правда, Вера, 16 лет назад в профессии такого не было, да, несмотря на то, что какими горячими материалами мы работали. То есть у нас тогда, вот смотрите, 15-20 лет назад у нихолизисы были только вследствие травм, в основном вследствие травм. То есть аллергические реакции, они вообще настолько редко встречались, там, тем более на классические системы. Это сейчас вот, ну, гелиллаки, они более раздражительны, скажем так, и, ну, плюс очень сейчас заполонён рынок, то есть там разными материалами, и очень много, и в том числе агрессивных материалов. Так, хорошо, разобрались с причинами, теперь давайте по восстановлению. Чем мы восстанавливаем? Восстанавливаем мы при помощи антифунгала. Я включу эту картинку, потому что здесь сам флакон есть на коллаже. Антифунгал – это жидкость. Смотрите, это настоечка, это жидкость, вот видно сейчас, видите, я как бы болтаю, и вот видно, что это водичка. Ну, как вот водичка, настоечка, жидкость. Это жидкость с противогрибковым эффектом, но это жидкость профилактирующая. Профилактирующая. Так как у нас в кармане создаётся не очень благоприятная среда, темно, тепло и влажно, то данную зону нужно постоянно дезодорировать, дезинфицировать и поддерживать там неблагоприятную среду для развития грибковой либо бактериальной флоры. И если у нас кармашки небольшие, вот, например, на фото вы видите кармашки 1 треть ногтевого ложа, то есть небольшие, небольшие кармашки. То есть если кармашки небольшие, не более 1 треть ногтевого ложа, то можно кармашки не открывать, а просто капать. Вот просто капать в такие кармашки, антифунгальчик ну и как бы вот она быстренько срастает быстрее чем если не капать плюс важно делать профилактику грибковых заболеваний до приз раз при сращивании таких карманов капает клиент самостоятельно дома утром вечером по капельке можно один раз в день можно два раза в день одна капелька не надо заливать заливать вот так вот не надо потому что может быть индивидуальная реакция непереносимости каких-то компонентов редко встречается но бывает такое вопрос можно ли антифунгал беременным можно беременным можно использовать антифунгал вот поэтому домой клиент покупает и капает когда нужно вскрывать карманы смотрите когда нужно вскрывать капать снаружи или вовнутрь во внутрь во внутрь по одной капельке больно ли убирать карманы нет не больно больно потому что если кармашек зажим ну допустим смотрите да вот как тогда бизнес я оторвала от ногтевого ложа и там прям вот ну открытая рана была там с кровью лимфа течет и когда рана не зажившая копать антифунгал нельзя нельзя его копать потому что он на спирту будет вызывать сжение вот поэтому мы закапываем антифунгал и вот в те карманы где нет открытых ран скажем так уже все зажило и сначала со своим мизинчиком я подождала чтобы ранка зажила чтобы все подсохло потом я аккуратненько там грубо говоря удалила этот ноготок от оторваны и потом капал антифунгалом и все было хорошо не срастает карман может его зачистить уже два года можно ли кормящим можно смотрите в антифунгале у нас в составе идет минеральный комплекс и толнофтат и толнофтат он настолько маленькой концентрации что он не является лечебным препаратом он является чисто профилактирующим то есть если у клиента подтверждается при анализе грибок то конечно же нет смысла копать туда антифунгала то есть антифунгалом и не лечим никакие заболевания мы только предупреждаем предупреждаем катериальное и грибковое поражение и можно закапывать в неоткрытый карман только если кармашки маленькие 1 3 ногтевого ложа если у нас карманы более большие там вот например как здесь видно что карман более 1 2 ногтевого ложа и уже видно что как-то вот цвет какой-то нездоровый например он какой-то уже желто-серый становится либо он становится я не знаю смотрите там зелено-синий вот с такими карманами нет смысла ходить ну нет смысла ходить тем более по два-три года причем допустим вот этот пальчик этот пальчик вообще моей двоюродной сестры я верю сколько ты с ним хочешь давно не открываешь не знаю ну то есть давайте быстро его сейчас открой ну зачем ты ходишь с таким ну нет смысла то есть здесь капай не капай уже ничего не поможет потому что среда неблагоприятная уже патогенная микрофлора она уже проросла как говорится ей там хорошо классно и нужно открыть доступ к воздуху то есть нужно убрать все это все это запревание все это вот вот непонятно что как говорится открыть потому что даже когда вы просто открываете такие карманы то есть уже шансов на восстановление намного больше чем если вы ходите с закрытым карманом и ждать там с моря погода как говорится то есть тем что вы откроете карман вы сделаете только лучше потому что мы убираем полностью запревшие вот эти участки мы открываем доступ к воздуху большинство бактерий и грибков они погибают просто даже от контакта там есть нас со свежим воздухом и то что это будет уже все сухо они влажно но все это подсыхает она кондиционирует как говорится воздух доступ все это и даже не используя антифургал можно сращивать такие карманы там в открытом виде на ручках антифургал если мы копаем просто стимулирует чуть-чуть быстрее отрастать ноготок и ну также предупреждает поражение как часто утром и вечером по одной капельке либо просто утром либо просто вечером вот поэтому если карманы более 1 2 ногтевого ложа если карманы с изменением цвета то мы их обязательно открываем мы их обязательно открываем и в открытом виде сращиваем потому что они могут не срасти самостоятельно нужно ли сразу открывать карманы ну вот например да вот я сейчас опять вот эти ручки включу так вследствие аллергии пошел нихолизис они нихолизис довольно таки большой здесь на одну вторую ногтевого ложа смотрите вот сразу можно не открывать можно один месяц просто посмотреть и допустим просто попробовать покапать максимально убираем длину чтобы ни в коем случае не цеплялась не подрывалась еще дальше и мы говорим клиенту ну давайте попробуем без открывания карманов один месяц покапать посмотрим будет ли положительная динамика если положительная динамика есть и карманы у нас начинают срастать уменьшаться у нихолизис начинает да и мы через месяц явно видим эту положительную динамику то можно не открывать но если вы эту положительную динамику не ловите то есть вы ее не видите а ситуация только ухудшается с каждым разом то ну какой смысл а дальше ходить с этими закрытыми карман нет смысла ходить дальше за закрытыми карманами поэтому мы их открываем а когда мы открываем карманы на ручках можно протезировать можно не протезировать на ногах нельзя не протезировать и на ногах если с голым таким найти открытым ногтевым ложем ходить там могут быть очень серьезные последствия так как там нагрузка идет на пальчик на ног и при неправильное распределение нагрузки при отсутствии ногтя нагрузка может пойти на кость на кости там начинают образовываться костные мозоли об этом более подробно будет рассказывать ольга журова на вебинаре я сейчас в эту глубину не пойду потому что у меня нет данных компетенций я это оставлю ей если вас это заинтересует вы придете на ручках на ручках ну понятно что мы на руках не ходим у нас там костные мозоли там таких там тяжелых последствий нет то есть если у нас причина аллергия смотрите можно ли ставить протезирование ну нет конечно потому что реакция на материал на материал да мы не можем то есть максимум что мы используем это антифунгал капаем до в зону поражения открыт закрыт карман неважно смотрите по ситуации а в кутикулу мы втираем масло чайного дерева это протект ойл он во имя называется протект ойл это масло с добавлением масла чайного дерева и масло чайного дерева обладает дезодорирующим тоже эффектом оздоравливающим эффектом и есть лаковое покрытие нейчерл форс вот кто знает нейчерл форс проплюсуйте нейчерл форс у него очень хороший состав это аминокислоты это стволовые клетки розы в масло фисташки растительный пластификатор на 80 процентов органический состав он очень редко вызывает хита раздражение аллергию и если у клиента аллергия на материал он не может никакой материал поставить в протезирование то мы рекомендуем просто оставшуюся часть ногтя до которая там еще прикреплена и она срастает покрывать нейчерл форс нейчерл форс это ногтевой восстановитель лаковый лаковый ногтевой восстановитель очень классно для домашнего восстановления отлично подходит если материал ставить нельзя либо либо ну вот надо походить с открытым потому что смотрите когда вот такая зелень да там ну надо вот ну хотя бы там один месяцок чтобы все подышало чтобы все подышало но вот чем закрыть и там оставшуюся часть ногтя вот можно нейчерл форс наносить на оставшуюся часть натурального ногтя на ногтевую ложь капать антифангал под кутикулку втирать масло с чайным деревом с маслом чайного дерева protect oil недавно была похожая ситуация у клиента я ее домой отправила но прежде чем отправлять клиента домой нужно все зачистить нужно дать средства продать 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 средства для восстановления и рассказать как этим пользоваться а желательно даже возможно памятку какую-то расписать что антифангал капаем утром и вечером масло чайного дерева втираем утром или вечером и в нейчерл форс можно покрывать один раз в несколько дней можно каждый день можно через день если интенсивно идет сращивание то можно и каждый день вечера форс покрывать слой на слой и конце недели просто стирать эти накопленные слои и заново слой на слой посоветовала лак от грибков но это не лечение еще раз повторяю это не лечение это профилактика то есть если у клиента подтверждается наличие патогенной микрофлоры то конкретно при грибке назначает лечение только врач только врач вы не можете вы некомпетентны назначать лечение при подтверждении грибковой инфекции теперь что касается протезирования если у нас причина не аллергия а причина срывы перепилы травмы то если у нас есть хотя бы одна треть ногтевого ложа вверху то можно ставить протезирование можно ставить протезирование то есть есть за что уцепиться как говорится какая-то часть ногтевой пластины уже как есть она выползла либо она но осталась нетравнированной то за нее можно зацепиться и сделать протезирование протезирование мы делаем то есть есть специальные патологические материалы то есть протезирование на ногах о них ольга журова будет рассказывать но и у нее даже есть отдельный курс повышение квалификации по протезированию именно патологическими материалами а но на руках на руках мы можем спокойно использовать в протезировании жидкую базу гель-лака. Жидкая база гель-лака, она идеальна для протезирования, потому что у нее самая сильная адгезия, и она очень хорошо крепится к остаточному кератину ногтевого ложа при удалении кармана. Там ногтевое ложе пустое, но остаточный кератин на поверхности ногтевого ложа есть, потому что процессы кератинизации, они идут, то есть не только из матричной ложи, оно не только под кутикулой, оно простилается и еще в зоне ногтевого ложа, и у нас как бы ноготь растет и вперед, и вверх, то есть грубо говоря, он растет и вперед, и вверх, и вот как он растет вверх, то есть процессы кератинизации, они из ногтевого ложа тоже добавляются по ходу роста ногтевой пластины, и когда у нас подсыхает вот эта вот зона кармана, которую мы, допустим, открыли, то вот если несколько дней, даже если сразу, то есть там все равно есть остаточный кератин на поверхности, и частично за него именно база гель-лак очень хорошо цепляется, прикрепляется к этому остаточному кератину, не так хорошо крепится классика, поэтому классикой мы протезирование делать не можем. Ни акригель в протезировании делать нельзя, ни гель в протезировании делать нельзя, только база гель-лак или специальные патологические препараты для протезирования. Как определить, грибок это или нет, это только анализ. Вы направляете на анализ к врачу. Читаю ваши вопросы. Вопросиков пока нет. Как ставить протезирование? Нежелательно делать с удлинением. Потому что с удлинением, если делать, вы можете поставить форму под ноготок, под такой даже, прикрепив его к ногтевой подушечке, вот так вот состыковав. И, допустим, вывести в свободный край и запротезировать ногтевую ложу. Так можно. Но вероятность того, что будет подрываться за счет свободного края, она очень большая. Особенно на руках мы же ногтями пользуемся. Поэтому нежелательно делать с удлинением. Если мы протезируем, то мы имитируем ногтевое ложе. Длина такого ногтя, это строка по подушечку пальца, не длиннее линии гипонихии, чтобы за линию гипонихии данный ноготок, спротезированный, он не выходил. Тогда вероятность подрыва или повторного подрыва она будет минимальна. Минимальна. Больно ли, когда вы снимаете унихолизис, допустим, карман? Нет, не больно, потому что если открытой раны нет, то ничего не больно. Если там открытая рана, то нужно подождать, пока рана заживет. Если открытая рана, вы можете назначить клиенту, порекомендовать ему просто промывать перекисью водорода, там можно накладывать какие-то ранозаживляющие препараты. В начале, когда рана открыта, можно накладывать антисептическую повязку. То есть здесь мы как с обычной раной себя ведем, либо порезом. То есть хлоргексидин можно обрабатывать и ждем, когда рана заживет. Как только рана зажила, все, нервные окончания, они не наружу, они все равно чуть-чуть закрыты, уже затянувшейся, как говорится, корочкой, не корочкой. И вы можете спокойно фрезой все это снимать. Работаем мы всегда до первого ой. Как только клиент говорит ой, то есть мы не останавливаемся, все, дальше не идем. И важно всегда убрать все отслоившиеся участки. Потому что если наша задача дать доступ воздуха к тканям, и чтобы все задышало, то все, как говорится, кармашки, наша задача зачистить. Используются фрезы разного диаметра, разной формы в зависимости от обрабатываемого участка. Какую-то часть вы можете просто ножницами, либо щипцами, кусачками отрезать, там, где достаете, как говорится. А остатки просто аккуратно фрезами. То есть можно и кукурузные фрезы керамические использовать, и твердосплавные, и где-то вы алмазными что-то подчистили. Смотрите по месту обработки. Ну вот, допустим, здесь на фото ноготь посередине, это сразу после удаления. Вот сразу после зачищения. То есть было больно клиенту? Ну нет, больно не было. Было чуть-чуть неприятно, когда я подходила к границе, к границе присоединения. Вы спрашиваете вот про другие масла. Я не смогу сказать про другие масла, потому что я ими не работала. Говорю только про то, чем сама работаю. Может ли при отрастании повториться ожог? Скорее всего, вы спрашиваете про аллергию. Конечно, аллергическая реакция может повториться. Допустим, была аллергическая реакция. Ногти поднялись с ногтевого ложа, пошел у них аллизис. Вы их срастили. Срастили либо в закрытом состоянии, либо в открытом, потому что в закрытом как-то что-то плохо срастало, ну и вы решили открыть, чтобы быстрее сросло. Может ли повториться аллергическая реакция? Конечно, может. Конечно, может. Поэтому после восстановления, восстановится ногти, сто процентов восстановится. Смотрите, у всех всегда все восстанавливается. Это всего лишь вопрос времени. И если вы видите, что положительной динамики нет, ну откройте просто там эти карманы, там если надо, спротезируете, если причина не аллергия, если аллергия, в открытом состоянии просто срастите и покрываете лаком, дома, как мы повторно, как говорится, проверяем. Вы ставите материал только на мизинцы. Вот смотрите, если ногти восстановились полностью, и вы такие думаете, так, может быть, можно повторно, то есть вы там какой-то другой материал подобрали клиенту, или клиент не у вас обслуживался, пришел от другого мастера, вы его восстановили полностью, после реакции сильной, аллергической, и вы хотите свои материалы попробовать ей поставить, возможно, он ей подойдет. Это только методом пробы проверяется, то есть мы берем два мизинца и на два мизинца ставим материал, и смотрим, есть реакция, нет реакции. Реакция, как правило, она видна в первые же сутки, потому что если она будет, то сразу же пойдет покраснение, отек, опухание. Поэтому, если все хорошо, можно вставить. Если вы видите, что пошла реакция, ни в коем случае не ставить, можно дальше искать, подбирать другие препараты, но если не, ну, то есть клиент не находит, ну, и вы не находите для клиента такие материалы, потому что можно там, допустим, гель-лак поменять на классические гели, и вероятность у классических гелей раздражения, аллергия намного меньше, вот намного меньше. Возможно, гелевые системы классические подойдут, но если гелевые классические системы не подходят, даже на них идет реакция, то только лак, вот, пожалуйста, Natural Force, либо его в чистом виде, либо он вместе с цветными лаками, вот, там, наслаждаясь, как говорится, лаковым маникюром. Когда я снял и очистил пазуху, сколько нужно, через сколько нужно делать протезирование? Все зависит от ситуации. Иногда бывает такое сильное запревание, и мы прям видим, что надо в открытом виде прям вот походить, чтобы все подсохло, чтобы вот точно там все всякие непонятные бактерии убежали, или там другая какая-то патогенная микрофлора, то есть можно там недельку-две, можно месяцок погулять, подышать. Если все хорошо, все подсохло, затянулось, можно оставить протезирование. но бывают ситуации, когда, вот я пример приведу там своей одной модели, я ей ногти восстанавливала, то есть она пришла, у нее было жестко перепилены все ногти, то есть она взяла вот такую серую пинку, 100 на 180 единиц, и вот так вот пару раз она себе гель-лак сняла по самой глады, до нервных окончаний, пока больно не начинало становиться, она не переставала пилить при снятии. Так вот она себе снимала, пилочкой, я у нее спросила, ты почему пилочкой ты это делала? Причем еще и сама себе дома. Она говорит, ну как-то пилочкой-то безопаснее, вот я пилочкой снимала. Мне вот сказали, что жидкость это очень вредно, это очень вредно, она пилочкой безопасно себе, как говорится, по самые нервные окончания все это снимала. И когда она пришла ко мне с вот этими пленочками, это даже не ногти, это были пленочки на поверхности. И там был унихолизис, и мы часть унихолизиса открыли, потому что цвет был не очень хороший, видно было, что присоединилась бактериальная инфекция. И мы все это открыли, и вот смотрите, вот ногти настолько были чувствительны, вот эти пленочки, нервные окончания наружи. я понимала, что я не могу их не закрыть, потому что она просто тупо не сможет с ними ходить, потому что сильно травмированные, сильно истонченные ногти, то есть она не сможет ни посуду мыть, она не сможет, у нее будет все это цепляться. Короче, я приняла решение закрыть сразу же, вот сразу же. То есть я то, что нужно, зачистила, то, что нужно, не трогала, где-то чуть-чуть даже поднарастила, за линию гипонихия даже вышла, да, вот чтобы более-менее нормальные руки ей сделать и закрыть все эти нервные окончания. И она у меня ходила сразу с закрытым, то есть мы в первый же день, вот в первый же день я ей там, да, сняла ее гириллак, но уже более корректным способом, при помощи жидкости, кстати. Фрезой мы зачистили только цвет и лишнюю толщину убрали, укрепление, укрепляющей базы. И остатки материала мы размачивали, да, чтобы это было максимально деликатно по отношению к ногтю. Потом я вижу там капец кармана еще и там непонятного цвета, мы все это подкрывали, все это позачищали и поставили материал сразу же. Я ей поставила тогда прозрачную жидкую базу гель-лак, сверху мы камуфлирующим перекрыли, чтобы, как говорится, ну, чтобы это было более-менее корректного цвета все. И она ходила так на протяжении четырех месяцев, то есть она приходила на коррекцию. При коррекции, смотрите, при коррекции таких частично спротезированных ногтей удалять нужно полностью, но удалять ни в коем случае не пилкой до конца. То есть когда вы спротезированные ногти корректируете, вам важно удалить полностью. почему? Потому что вам нужно проверить состояние, то есть все ли там в порядке, идет ли, ну, то есть фиксируется ли положительная динамика, то есть у нее ногти, ну, то есть состояние улучшается или ухудшается, вы это увидите, потому что, во-первых, вы фото делаете до и после, каждый раз при процедуре, ну, и вы как бы, вот, ну, невооруженным взглядом вы увидите, лучше, хуже, срастают карманы, не срастают карманы, или они увеличиваются, то есть и мы цвет, толщину убирали фрезой, остатки материала размачивали при помощи жидкости, аккуратненько все это открывали, смотрели, ой, все хорошо, кармашки срастают, ногтевое ложе восстанавливается, ноготочек восстанавливается, раз, и опять закрыли это все, и она вот так вот с такой, с коррекцией через размачивание ходила на протяжении четырех или пяти месяцев, пока полностью все не восстановилось, и потом, когда мы увидели, что ногтевое ложе полностью приросло, что ноготь по толщине по своей восстановился, и она стала ходить с гириллаковым материалом уже, у нее нет слоек, не было ничего, вот как бы, ну, все отлично, все, мы перешли на коррекцию без полного снятия, это когда просто цвет сняли, базу не трогаем, база держится прекрасно, мы около кутикулы доложили, перетянули, цвет заново покрыли. Можно ли прислать в директ фото? Конечно, конечно, я вам сразу сказала, фото можно присылать в директ, по каким-то фотографиям консультирую я, как правило, это руки, если это ноги, я всегда вас буду переводить на Ольгу Журову, потому что она более компетентна, все, что касается протезирования и восстановления ногтей на ногах. И я прям ваш телефон беру, стыкую с Олей, она с вами там созванивается либо списывается через WhatsApp, и она вас уже продолжает консультировать, но я вас рекомендую, я вам рекомендую прийти к ней сегодня на вебинар, и данный эфир, он идет в поддержку данного вебинара, чтобы максимальное количество девочек узнала об этом вебинаре, что он сегодня вечером будет в 19.00, даже если вы не сможете лично присутствовать, вы можете его приобрести и потом посмотреть в записи, материалы у нас в пожизненном пользовании, то есть они с вами остаются навсегда, и стоит он всего лишь 500 рублей. Зарегистрироваться можно у меня, можно у Оли в шапке профиля, можно попросить ссылочку в директ. И, кстати, обязательно вебинаре на ее программу повышения квалификации, и, кстати, она будет презентовать сегодня новую программу повышения квалификации по титановой нити. Давно ждали от нее эту программу, и сегодня ее можно будет приобрести по специальной вебинарной цене. По специальной вебинарной цене, поэтому, если вы будете приобретать на вебинаре программу повышения квалификации, то вы сразу этим окупите данный вебинар, потому что эта стоимость, она будет, знаете, как предоплата, то есть там скидка, она будет на сумму стоимости данного вебинара, то есть ничего не потеряете. Есть ли это в платине? Нет, в платине нет у нас ни повышения квалификации по педикюру, то это вообще девочки на повышение квалификации по педикюру идут после прохождения базы педикюра, а база педикюра у нас в платину не входит, у нас в платине маникюр, наращивание, курсы по дизайну, там есть бесплатный урок по аппаратному педикюру, но это так, просто ознакомиться, там есть смысл мне в педикюрить и хочу я стать универсалом или не хочу. Если вы мастера просто маникюра, я рекомендую прийти на сегодняшний вебинар к Ольге, потому что там даже базовую программу педикюра можно будет у неё по специальной вебинарной цене приобрести, и вы просто посмотрите на неё как на спикера, как на преподавателя, она вам нравится, не нравится, как она излагает материал, хочу ли я у неё именно педикюру учиться, вот и всё. То есть даже мастерам маникюра я тоже рекомендую, то есть лишним не будет, лишние знания, дополнительные знания, они вам будут только помогать, максимально грамотные консультации давать, даже клиенту при маникюре, он к вам с ручками пришёл, ну допустим, там говорит, а вот у меня на ноге такая проблема, не знаю, что делать. То есть у вас больше будет знаний, чтобы корректнее консультации давать. Поверьте, вот от того, как мастер даёт консультации, зависит, сколько у него клиентов. Согласны с этим, что есть мастера, они очень убедительные, у них очень сильная сила влияния, и чувствуются и знания, и компетенции, и сразу же формируется доверие, сразу же. Вот, Оля чудесная. Конечно, Оля чудесная, она очень сильно похожа на меня, очень сильно. То есть, знаете, он как типажи, она яркая, она эмоциональная, она очень круто доносит информацию, педагог от бога я её называю, таких очень мало. Так, в случае с парикмахерами, что можно сделать? У них ализис на всех ноготках. Это аллергия? Возможно, но нужно смотреть, на что аллергия. То есть, это аллергия на материалы или на какие-то препараты, допустим, парикмахерские, либо это следствие каких-то травм, подрывов, некорректной коррекции, либо некорректного снятия. То есть, нужно выявить сначала причины. Если вам сложно самим определить причины, я могу вам помочь определить причины через фото и переписку. Так, конечно, без фото сложно. Кто в клубе там будет? Смотрите, мы не стали делать для клуберов специальную цену, потому что она сейчас, ну, как бы, знаете, ниже некуда, как говорится. Ну, 500 рублей вход на вебинар, ну, куда ниже уже. Но сразу говорю, что завтра уже 500 рублей не будет. Завтра уже стоимость вебинара будет 900 рублей. И, ну, возможно, для клуберов мы сохраним цену 500 рублей и на завтра. Ну, допустим, сегодня там нет готовности, но вы состоите в клубе, то для клуберов, возможно, мы вот эту специальную цену сохраним и там на завтра, на послезавтра, то есть на все последующие дни. А если не в клубе, ну, просто для девочек, конечно же, цена изменится. То есть только сегодня она 500 рублей, завтра вебинар будет стоить уже 900 рублей. Ну, то есть завтра уже будет базовая цена. Я всю жизнь учусь, муж смеется. Это нормально, потому что, ну, как можно быть мастером и при этом постоянно не обучаться? То есть даже я сейчас постоянно учусь. Пусть я не учусь ногтям, да, ну, потому что я ногтями практически уже не занимаюсь. Я, ну, больше там в управлении, в бизнесе, и я постоянно всему учусь, да, я там больше сейчас про личностный рост, про рост мастера из обычного мастера в топ-мастера, и все, что касается роста финансового благополучия. Я постоянно учусь, постоянно. Очень много читаю, очень много учусь. Это нормально, это правильно. От этого зависит, конечно же, ваш финансовый результат. Вот, то же самое и платины касается. Смотрите, девочки, вот кто в платины, да, если, допустим, сегодня, ну, не вдруг там, не получится оплатить, не созреть, и для платины, скорее всего, мы цену 500 рублей закрепим и на последующие дни. Вот, поэтому мы просто сохраним эту акционную цену, которая, кто не в платины, не в клубе, она пропадет, а для вас останется. Если вы выпускник Ольги Журовой, допустим, вы у нее учились на базовый педикюр, то для выпускников Ольги Журовой, либо вы у нее на каких-то повышениях уже обучались, очно, заочно, дистанционно, онлайн, вход бесплатный, выпускникам по педикюру вход на вебинар бесплатный, и ссылки на бесплатный вход для выпускников она публикует у себя в группах, все группы она сама как куратор ведет, курирует, она публикует в группах, и если у вас нет в группе, вы, допустим, у нее на оффлайн каком-то курсе учились в Томске, или в Краснодаре, или в Сочи, она и в Томске преподает, и в Краснодаре, и в Сочи, то запросите у нее ссылку в Директе, то есть она сама вам ссылочку даст. Уже прошло два года, не покрываю ногти гириллаком, ногти до сих пор не восстановились. Напишите мне в Директ, пришлите свою фотографию, и мы вместе посмотрим. Все в бороздках. Если у вас продольные борозды, или поперечные борозды, то это может быть как следствие нехватки каких-то микроэлементов, витаминов и нарушения обменных процессов, наличие общих заболеваний в организме, наличие кожных заболеваний, того же слабого иммунитета, это может постепенно восстановиться, если вы будете восстанавливать свое здоровье. Но если у вас сами ногти приросли к ногтевому ложу, то все отлично, все хорошо. К ногтевому ложу, как правило, всегда все прирастает, все восстанавливается. Исключение – это глубокие травмы матрикса и ногтевого ложа, которые с детства собака укусила, дверью прибили, и так сильно деформировалось ногтевое ложе, что оно отрастает и не прирастает. И там уже и пробовали открывать, и в открытом виде сращивает, что ничего не восстанавливается, потому что идет атрофирование ногтевого ложа, и там уже все, не прирастает ногтевая пластина. Такое, кстати, и на ногах может встречаться. То есть, если очень застарелый, длительный такой, длительная травма, то там уже, к сожалению, может уже ничего не прирасти. Если такие травмы и такие последствия уже необратимые на ногтевом ложе, то здесь протезирование делается каждый раз, как в первый раз. Вы помогаете клиенту тем, что косметически закрываете данный эффект каждый раз при процедуре. А какие будут вопросы освещаться на вебинаре? Все, что касается протезирования на ногах, когда можно, когда нельзя, какими материалами, то есть общая вводная информация перед прохождением курсов повышения квалификации. То есть это даст вам возможность познакомиться с преподавателем, общую базовую информацию получить по протезированию на ногах. Почему важно протезировать? Почему нельзя без протезированных ногтей в открытом виде ходить на ногах? Нельзя. Оля подробно об этом объяснит. Я боюсь просто, что если я сейчас начну пересказывать то, что она знает, это будет не совсем качественно. То есть лучше из ее уст это все услышать, так как она подолок. Про вросшие ногти, скорее всего, нет, но в рамках презентации курса по титановой нити, возможно, она что-то и проговорит. Но этот вебинар будет посвящен именно протезированию на ногах. Протезированию в педикюре. Кто оплатил? Придет ли ссылка? Да, придет на почту. Если ссылку не получите или будет сложность с входом, сразу же пишите мне в директ. Мы будем оперативно с девочками помогать. Входите в вебинарную комнату, поэтому не переживайте. Письмо придет. Проверьте обязательно папку спам. Если в спаме не найдете, возможно, почту указали с ошибкой, такое может быть, просто быстренько напишите в директ, и мы вам поможем. База для педикюра можно ли протезировать? Нет, нельзя. Хороший вопрос. Спасибо большое. Если это база для педикюра, которая последняя вышла, если это база для педикюра, нет, нельзя, потому что это легкосъемная база на лаковой основе. Она не для моделирования и не для протезирования. То есть это больше такой лаковый препарат, лак, который полимеризуется частично в ультрафиолетовой лампе. Он не дает утяжеления, он хорошо присоединяется, легко размачивается. Если требуется полное снятие именно через размачивание. Можно ли оплатить в центральном офисе проблемы с картой? Можно, конечно. Можно. Вы можете потом просто приобрести этот вебинар, оплатив здесь у нас в школе. В какое время будет эфир? Сегодня же Катя ведет трансляцию в 19.00. Но то, что Катя ведет трансляцию в 19.00, скорее всего, в записи, в вебинар, а Ольга будет вживую и он тоже будет в 19.00. Просто выберите, на какой вам важнее пойти. Либо вы можете пойти к Кате, потому что он бесплатный, а трансляцию с Ольгой по протезированию в педикюре приобрести сейчас, чтобы, допустим, специальную цену 500 рублей зафиксировать, а прослушать просто потом в записи, потому что завтра уже придет на почту ссылка на учебный кабинет, где в учебном кабинете вы можете потом пожизненно этот вебинар смотреть. Стоит ли протезировать базой с акриловой пудрой? Я не рекомендую, потому что акриловая пудра, она добавляет жесткости к гель-лаку, и такой гель-лак, смешанный с акриловой пудрой, либо присыпанный акриловой пудрой, он имеет более жесткую структуру, то есть он не такой гибкий, он не такой пластичный. То есть гибкие, мягкие материалы, резиноподобные, такие как жидкая база гель-лак, медиум или макси, они мягко повторяют движение ногтевого ложа, когда идет нагрузка в обуви. Понимаете, это очень важно. А если мы составим жесткий акрил, гель-лак плюс акриловая пудра, это тот же акригель, либо акрил, либо гель, это жесткие системы. И жесткие системы, они, во-первых, могут оказывать еще большую травматизацию, давление, потому что никакой пластичности, этой мягкости, гибкости ее не будет. Плюс, так как материал жесткий, да, и вот он лежит на ногтевом ложе, вначале вроде как он присоединился, а потом пошла нагрузка, ложе начало двигаться, материал стоит, тут же образовался опять карман, понимаете, сразу же жесткий материал, он отходит от ногтевого ложа. И получается, внутри пустота, под этим спротезированным ногтем, жесткими материалами. И в этой пустоте, темноте, тепло и влажно. Ну, что добились? Ну, то есть, сняли карман, грубо говоря, ногтевой пластины, и тут же ходим с карманом под искусственным материалом. Ну, ничего хорошего, понимаете? То есть, ну, я не рекомендую жесткими материалами, неважно, какие это жесткие материалы. Это гель классический, либо это акригель, либо это акрил, либо это база гель-лак, смешанная с акриловой пудрой, потому что база гель-лак, смешанная с акриловой пудрой, это жесткий материал. Попробуйте его согнуть, вы его не согнете, он у вас поломается тут же. То есть, жесткими материалами не рекомендуется, мягкими, гибкими, пластичными, и те, которые очень хорошую адгезию дают на ногтевое ложе. Можно ли периодически капать для профилактики грибка? Конечно, антифунгал мы именно для этого используем, то есть мы капаем его в зону поражения, пока ноготок полностью не срастет. Да, стандартная жидкая гель-лаковая база, ее можно использовать, жидкая гель-лаковая база. Она идеальнее всего для протезирования. Если вы спросите, а можно медиум? Можно, но под медиум желательно тоненьким слоем жидкую базу гель-лак прокрыть, потому что у нее сильнее адгезия, чем у медиума. именно к остаточному кератину ногтевого ложа. Так, вебинару Катю. Смотрите, скорее всего, это просто рассылка и приглашение на какой-то вебинар в записи, потому что вебинаров у нас очень много записанных. И очень часто отдел продаж приглашает тех или иных клиентов на бесплатные вебинары, которые я вела или Катя вела. Возможно, это один из таких вебинаров. В живую трансляцию, ну как, в живая трансляция сегодня будет именно Ольге Журовой. От Ольги Журовой это вебинар по протезированию в педикюре. Поэтому, если именно на живую трансляцию по протезированию, то ссылочка в шапке профиля. А к ригелям нельзя? Нет, нельзя. Так. Очень интересно. Эта тема для меня прямо в тему сейчас. Столхуюсь с этой проблемой. Супер! Я рада, что эфир оказался полезным. Будет ли сертификат по итогу вебинара? Обязательно будет. Мы всегда и после вебинаров, и после курсов повышения квалификации делаем рассылку сертификатов. Поэтому, все будет в электронном виде. Скажите, пожалуйста, как часто можно использовать бустер-терапию? Бустер можно использовать каждый раз при маникюре. Раз в неделю, раз в 10 дней, раз в 14 дней, раз в 3 недели, в 4 недели. Смотря, как часто делаете маникюр с покрытием лаковым или гель-лаковым. Это именно в съемных техниках используется бустер. То есть, если вы делаете съемный лаковый маникюр, съемный гель-лаковый маникюр, то да, бустер каждый раз при процедуре. Супер! Я рада была с вами сегодня пообщаться, всем говорю пока-пока. Кратко, под эфиром, под постом с эфиром я опубликую, как пользуемся средствами при тех или иных вариантах. И обязательно я делаю всегда розыгрыш для того, чтобы эфир все-таки больше охватов собирал, а активность у нас под эфиром всегда меньше, чем под постами. Поэтому мы сделаем розыгрыш этих трех препаратов. Кто хочет получить эти препаратики? Антифангал, масло с добавлением масла чайного дерева, Protect Oil, и Natural Force, лечебный наборчик. Причем, знаете, это у меня уже мозоль по поводу вот этих лечебных наборчиков, что Вера, чем восстанавливать? И я постоянно перечисляю, постоянно перечисляю. Ну, это, знаете, это мой топ, топ-хит продаж. Лично от меня это мои самые любимые препараты, я их очень люблю. Чаще всего по ним консультирую клиентов, и чаще всего я по восстановлению именно консультирую. Мы этот наборчик разыграем. Хорошо? Поэтому хотите участвовать в этом розыгрыше, разыграем сегодня, ну, как обычно мы делаем это в 9 часов вечера. Пишите комментарии, был ли полезен эфир, чем был полезен, делаете ли протезирование, увлекаетесь ли восстановлением натуральных ногтей. Потому что, смотрите, мастера, кто умеет восстанавливать ногти, кто умеет предупреждать такие проблемы, кто как бы смело берется за такие ситуации, да, а не посылает просто тупо клиента к врачу. Иди к врачу! Ну, зачем так делать по отношению к клиентам? К врачу-то вы можете его послать, но вы же сначала там как-то вот хотя бы какую-то минимальную помощь окажите. И врач, он не даст результата, вы же поймите. Мы всегда, даже если направляем к врачу, мы клиента ведем, и мы работаем совместно всегда с врачом. Потому что, ну, а кто будет удалять пораженную часть? Врач, что ли? Нет, мастер будет удалять пораженную часть, даже если там будет подтверждение наличия инфекции и так далее. Так, все, всех люблю. Федикюру подробнее сегодня вечером в 7 часов. Регистрируйтесь. Да, пишите под постом, мы будем выбирать победителя вечером среди комментариев. Поста рандомным, случайным образом. Хорошо? Все, всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!